всем привет всем здравствуйте сегодня у нас лепка пластилина очень красиво мы сегодня не будем использовать трафареты сегодня мы с вами будем лепить от руки но опять же нас всегда есть на все знаете у нас это большой процент у нас красивая коллекция sensation красивая розовая коробочка коллекция у нас выходила для весны январь это были сначала февраля здесь очень красивая подборка цветов есть не только розовые здесь есть вот такой красивый ягодный цвет есть цвет мадженты называю 381 цвет это цвет года кто не знает цвет года по версии понтон в этом году 2023 этот цвет мадженты хотя у нас маджента выходила еще и отдельно как цвет года отдельным гель-лаком там цвет более такой насыщенный он более глубокий здесь он тоже великолепно потому что кто-то любит более глубокую мадженту здесь маджента она такая более сочная более яркая вот я сказала вот это маджент она прям для лета хороша так а мы с вами давайте использовать два оттенка для градиента 384 385 хотя нет давайте сделаем другое сочетание посмотрим можно взять например что типсы не повторялись возьмем тогда два других оттенка коллекция sensation есть у дистрибьюторов наличие она есть на имя shop цвета которые в коллекции sensation мы их коллеровали для базового ассортимента поэтому здесь оттенки это не разовый выпуск коллеровали так чтобы это потом было в базовом ассортименте это говорит о том что это цвета которые прям вот ну часто потребляются и вами и вашими клиентами самый большой расход вообще группа розовая нюдовая это самый большой расход обычно в линейке у мастера дело с вами градиент два слоя не важно какой цвет градиента самое главное здесь перед тем как лепить нужно сделать будет подмалевок сделать контрастный фон так как сейчас весна лето не хочется брать темный цвет и делать светлую лепку тогда было бы идеально лепка она хороша именно в пастельных цветах но для нее нужен в этом случае темный потом нам хочется фонзил все таки светлым поэтому фон как мы планировали мы делаем светлым ладно возьму эти же оттенки что ли приментировать просто очень удачно вот это сочетание получилось и фон вроде розового персиковые цветы вроде розовые и слайдер на дальнем плане розовые но вроде как все розовый ночь хорошо гармонично сочетается до кисточка у нас для градиента с вами идет и мы сделаем наоборот мы сделаем первый цвет у нас будет розовый и персиковые так я буду делать градиент на два слоя хотя он достаточно легко делается так как оттенки близкие потом мы сделали первый свой плюс второй слой здравствуйте катя когда ждать новый бокс от маквин новые три недели спасибо скоро насчет твинья пока не знаю маквин пока готовим вот но не буду еще сговорить и загадывать ты и вечно говорю видите бокс и ей как-то медленно делаю очень потому что нужно вдохновение подсушили второй слой там очень красиво летит все в эскизах мы практически уже утвердили сами дизайны и поэтому скоро будет конец июня возможно начало августа хотя я видите я обещала вам еще в начале летом до конец весны и начало лета ну сейчас очень сложно с прогнозами и загадывать видите вперед ничего нельзя вообще раньше мы работали жестко по матрицам сейчас по матрицам работать очень тяжело потому что очень сильно хромает сейчас доставка сырья так ну и плюс мое вдохновение она конечно не страдает но в эту художнику нужно вдохновение поэтому я немножко медленно делаю сейчас все если самый темный розовый персиковый блин ну это очень долго перемешивать надо придется для градиента есть беру видите легкие цвета для градиента в этом случае тогда можно брать акриловую пудру и делать градиент с акриловой пудрой когда вы такой контраст берете очень сильно проще тогда с акриловой пудрой сделать градиент так подмалевок что нам даст смотрите кто совсем вот прям никогда не лепил вам конечно желательно вообще взять любые трафареты вот какие попадутся даже у нас на эми шов на валбересе и попробовать лепить по трафаретам почему потому что у вас уже есть контур вас и вам есть на что опереться сегодня мы с вами делаем без опоры но дополнительно опора для нас может стать подмалевок я уже специально делаю во первых для чего чтобы контрастный цвет лепки читался потому что я очень люблю делать контраст за счет подмалевка до фон вроде как светлый но лепка будет очень хорошо читаться за счет того что я сейчас сделаю для себя примерное очертание будущих цветочков без фанатизма много времени на это не тратьте что лепка все равно займет определенное время сейчас мы их разобросаем и тоже нам это поможет чем это нас будет ограничивать пространстве что-то не лепить огромные лопухи я сейчас нарисую себе маленькие цветочки и конечно же дальше этого контура я не полезу вот это очень удобно здесь можно кусочек и здесь например целенький сейчас мы туда на дальний план еще добавим слайдеры шермикон щеки и вроде как простые примитивные цветочки с прожилками уже будут в такой сложной красивой композиции из дальнего плана из переднего плана так предлагаю взять слайдеры сейчас я вам покажу какие чудесные слайдеры то куда я его дело только что не работала вот как раз розовый он нам там в тему будет где все розовая по факту взяла так у него дымит так тут слайдер на вот этот кусочек нанесем вот тут в этом месте чуть выше нанесем теклас чтобы там наклеить шермикончик всего 10 раз будет теклас эти а там топ слайдер все еще с одновременно все просушу у меня есть классный шермикончик а его часто для цветочков использую для композиции смотрите какие-то смешные словечки есть я не подарок и сюрприз ваше счастье что я не ваше счастье суеток вечерин очка короче прикольный вечерин очка вечерин очка возьму наверно этот стемпинг так будет лучше наверно я вы знаете в чем размочила обезжириватель а не делайте так никогда мне было лень идти за водой так ультраболт 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 так сейчас нам дешевле шермикончику еще досушим так пластилин чем вам лепить я всегда когда леплю я вам рассказываю историю мягкий пластилин твердый пластилин как их отличить у нас во имя только два пластилина потому что я все хотела делать цветные пластилины потом посчитала объем как бы лепка это не самый популярный вид дизайна и это короче не рентабельно чтобы продавать прямо наборы так как у нас сбыт через систему дистрибуции поэтому я решила что у нас будет только два пластилина он твердый и мягкий но белый просто мы красим пластилин hard его прям видно смотрите какой твердый в отличие кстати от мягкого пластилина hard чтобы вы имели ввиду это тоже не имеет значения какая фирма долго не хранится в палитре если вы его намешали если например по какой-то причине забыли баночку кстати закрыть то же самое он вам не будет вечно хранится он даже вот в банке года через два через три затвердевает я знаете когда обнаружила помню когда тестировали от разных производителей пластилины то что пластилин мы его сами не производим вот делаем по контрактного производства короче он от всех высох у меня через два года все банки когда открыла он дубовый был вот а мягкий пластилин он ему ничего не будет у вас будет годами хранится ничего с ним не произойдет вот ну и там и там есть свои нюансы работа так потом твердый с только на раз на мешать можно вот а мягкий пластилин можно прям он намешать его видно он видите какой маленький не у всех новичков получается мягким лепить но и не у всех получается и твердым лепить сегодня мы с вами лепить плоскую лепку цветок я вам буду показывать из базового курса лепки у нас этот курс он один а хотя есть у нас объемные розы еще вот там есть у нас несколько курсов с твердым пластилином там мальдивы фрукты вот но вот самый ходовой основное это вот лепка плоская базовый курс там как раз идет мягкий пластилин вот но я вам буду сейчас показывать один лепесток твердым один мягкий твердый мягкий вы увидите в чем особенности там и там есть нюансы и там и там что-то классно что-то там например для новичков будет не очень комфортно ваше счастье что я не ваше счастье счастье в каждой минуте так все мне теперь перекрываем финишем матовым очень важно лепку легче всего делать матовым на матовом топе понятно что не любите матовый топ ну лепите значит по глянцевым вы просто сложнее лепить но так как у нас в принципе вот эта часть уже перекрыта топ слайдером она липкая я беру матовый топ если бы у меня до этого был здесь т-класс не было бы диспрессионной пленки то я бы перекрыла еще раз тоненько топ слайдером а потом только матовым топом и по матовому топу мы сейчас будем лепить какие нам инструменты понадобятся обычно нужно апельсиновая палочка стек силиконовый представляете я сегодня забыла стек силиконовый принести с работы вот палочка апельсиновая не еще если такой металлический инструмент игла я ее обожаю использовать для лепки хотя конечно же она не для лепки катя сделайте по стену для стимпинг а замочками булавками и такой тематикой сейчас скриншот делаю хорошая идея все так жидкость смотрите себе здесь налила вот единственное у меня антисептика сегодня не оказалось под рукой я взяла евроклинсер вот хотя я евроклинсер не очень рекомендую лучше брать обезжириватель потому что там спирт идет вот кисточки смотрите я люблю красным соболем хотя у меня есть вот такая синтетическая кисть секундочку к из 0 синтетика но я ей уже смотрите хвостик угробила вот эти синтетика в отличие от красного соболя она капризная для лепки очень легко испортить и смотрите мы кисть окунаем важно какую-то пластмассовую поверхность видите излишки жидкости убирать то что обычно когда акрилом лепят жидкость и об салфетку выбирают лишнюю жидкость а здесь важно чтобы жидкость она никуда не впиталась она вроде какой-то осталось но и было несли не сильно много скажем так что для твердого пластилина без разницы а для мягкого если будет много жидкости на кисточке будет все время все плыть прилипать будете психовать давайте начнем с мягкого пластилина всем здравствуйте кто только присоединился так самый главный залог лепки это не брать много пластилина чтобы это было все культур ненько то что слишком много пластилина будет толстые лепестки я вот этими дополнительными инструментами видите намечаю у меня фокус на ногти ловится вы видите что инстаграм у меня такого не было так и пошли разжимать по нему видно что он мягкий эти там чуть-чуть стоит дотронуться и уже пластилин очень легко поддается твердым пластилином так не прокатит для чего нам нужен подмалевок чтобы прошилки прожилках был такой глубокий более темный оттенок сейчас такая тень сейчас я мягким пока леплю эти все время смачиваю всю жидкость прожилки кисточка даже на мягком пластилине нереально сделать поэтому я всегда иглу либо силиконовую кисть стек смачиваю жидкости намечаю прожилки хотя например стеком вот такие тонкие прожилки вы не наметите и не пролепите потом многие спрашивают чего стеком не лепите кисточкой потому что я не люблю цветочки которые сделаны стеком они более большие большого размера и работа более топорная потому что писать и какой острый кончик до у кисточки но он где найдете стек такой такого диаметра в конце ногти до красивые я вот не знаю по моему сюда мастер-класс выкладывали с ногтями готовы эфир потому что здесь мы не вели его прошлый раз мы вели в инстаграме должны были сюда загрузить скажите мне кто-нибудь здесь этот мастер-класс видео если нет я тогда напомню и сама менеджеру чтоб сегодня обязательно залил для вас мастер-класс этим на с этими ногтями тут главное видео с мягким пластилина у него какой недостаток он очень капризно реагирует на жидкость если жидкости много то он начинает растворяться и плыть все наметили прожилки можно помочь себе чуть-чуть туда-сюда эти фон сразу виднеется темный который мы туда положили подмалевок и самое главное зайти не сделать лишнюю работу остановиться вовремя тоже как долго слишком долго лепите гладите гладите все начинает растворяться сегодня цветочки с базового курса лепки вот там вот кто учился когда-либо на нашем курсе лепки вы знаете там сначала лепится цветочки кругленькие без прожилок потом остренькие без прожилок а потом уже кругленькие с прожилками и кругленькие остренькие с прожилками но они не так просты как кажется конечно же хотя я считаю что когда появился пластилин лепить стало с одной стороны все равно легче в отличие от акрила 2 секунды в лампе и дальше так наметили опять чтобы продавить кисточка не продавит вы берете либо стек либо палочку любого как у меня вот игла такой инструмент можно сделать самим а значит видели мастер-класс юли доченька я там просто модели же было это же мы ногти на мне делали вот ну значит то девчонки уже вот кто-то видел прямой эфир здесь вконтакте значит его выложили теперь давайте посмотрим как лепить твердым пластилином сколько стоит сейчас группу эми арт вступить цена за месяц там 990 рублей по моему вот 990 рублей но я вам рекомендую сейчас вступать потому что вот мы сейчас там уже второй месяц начали работать в эми арт и но я понимаю что мы делаем очень много и как бы это стоит дороже намного чем 990 рублей я так думаю что рано или поздно мы цены начнем повышать сейчас пока просто клуб молодой так смотрите твердый пластилин его нужно вручную скатать видите не получится просто положить его и лепить да потому что он твердый там вообще кисточка его лепить практически неважно можно поэтому саму что делать с твердого пластилина с твердого пластилина в основном делать объемные цветы но можно теоретические плоские делать вот здесь большую часть работы нужно сделать до кисточки а кисточка максимум видите пойдет для каких-то вот таких уже итоговых штрихов чуть-чуть доглаживать прям вот тот я пытаюсь сдавить эти не получается хочется давить она не давится но он прям твердый для объемных роз прям классно да вот девочки уже написали 990 рублей так ничего лепить но вы знаете давайте наверно дальше твердым ой мягким буду твердый классно не такие это струнки получаются не такие более отекшие чем у мягкого пластилина мне видите я быстро очень люблю из мягкого опять наметили прожилки и долепливайте до телеграм-канал эми арт он очень но необычный во первых я просто знаю что таких каналов нет мы первых сейчас кто такое сделал когда там все и про ногти ну что касается дизайна ногтей какая-то такая вот ну нестандартная тема с прикладным искусством я уверена то кто будет сидеть в аэме арт да например хотя бы месяцев 5-6 там будут мастер-класс обязательно минимум два раза в месяц в месяц проходит мастер-класс на тему какого-то прикладного искусства и поэтому акрил рисую либо там например штукатурка либо это роспись по джинсе будет бокалы еще вы найдете какое-то такое хобби интересное попробуйте возможно это будет какая-то какие-то дополнительные деньги для вас в рамках ваших услуг маникюра никто не знает что это может быть то реально так то что как правило все кто вами арт заходит все равно ну как бы такие творческие мастера маникюра кто любит дизайн его все равно есть какой-то вкус у вас есть насмотренность и вам очень легко осваивать какие-то другие прикладные вещи кроме дизайна ногтей в том числе вот ну я там очень люблю какие-то такие нестандартные вещи давать но я такого плана давала в в клубе раньше вот когда он именно стоил дорого сейчас что группу клуб он немножко изменился он там стоит буквально 200 рублей что ли подписка ими про вот а когда он стоил именно нормальных денег я там не читала эфиры которые были через искусство но дизайн ногтей и через моду и тоже дизайн ногтей люблю берем какой-то модный дом либо какого-то художника и делаем там три там композицию как три типса в композиции я показываю обычно один но это потом выкладывается а в канал и как это выглядит там на три пальчика на пять пальчиков короче классная тема люблю потому что ну сама люблю это делать поэтому люблю очень этот клуб давно назревал такой проект но что-то вытянули не делали где вот просто все прикладное и маникюр и вообще декоративно прикладное искусство короче попробуйте много всего там и акварель узнаете что такое акварель настоящая на бумаге что такое акриловые краски да и как с ними работать там на картоне на холсте что такое интерьерная живопись она же сейчас это не слово живопись когда мы делаем пейзажи натюрморты а это все такие прикольные штуки прикладные с использованием материалов для строительства например короче очень много всего интересного будет поэтому прям всем рекомендую зайти в клуб но не так точечно знаете там побыл месяц-два это будет ни о чем там хотя бы нужно заходить сразу месяцев на шесть прям такое полноцельное будет углубление в такое творчество где вы вынесите сто процентов какую-то классную для себя штуку пойдете еще подрабатывать на этом будете куртки джинсовые пойдете расписывать думаете не получится еще как получится или пойдете картины делают несложные в рамках вот современных тенденций как раз я буду эту картину показывать и звать интерьерная живопись я очень люблю вообще и дизайнеры которые сейчас оформляют интерьеры они любят это направление когда знаете не предметная какая-то конкретная живопись а когда это какое-то знаете как продолжение стены продолжение интерьера подбирается только нужная цветовая гамма кто интерьера и делаются картины триптих делается очень часто ли здесь ой точно девочки сегодня же пион акрилом правильно вот клуб клуб видите я в клуб звала только художников кто мастера маникюра и не просто вот мы художники да потому что и у они грошенковой и у меня у нас высшее художественное образование мы с ней художники почему о нет она действующие художника на графический дизайнер она подрабатывает этим на реально как работает не только мастером маникюра она конкурсный мастер причем конкурсный мастер не вот эти вот конкурсы онлайн да я Я считаю, что они... Ну, как бы это классно, конечно, что так легко стало. Но раньше, чтобы в конкурсе выиграть первое место в чемпионате мира или Европы, ты действительно едешь на мир, в другую страну, везёшь модель, платишь бешеные взносы, везёшь эту работу. Хочу сказать, что такого уже нет. И мы как раз участники таких конкурсов, которые когда-то были. У нас есть очень большой опыт, и вот этот креатив. Что делать с этими техниками дизайна. Ну, вообще, мне нравится. Аня, она как педагог очень классная. Она вам такие штуки там в канале даёт интересные. Я иной раз залипаю. Что-нибудь про светотень, про тональность. Ну, вообще, круто она там всё такое. Прям вот в простой, лёгкой манере даёт такую подачу. Да, мы там проводим конкурсы. Там можно зарабатывать баллы. Потом эти баллы обналичивать. В общем, там много всякого интересного. Что ещё? Ну, я считаю, что ценность даже не в этих баллах, призах, конкурсах. Ценность в том, что какой объём мастер-классов, курсов мы там даём. Потому что там каждый месяц мы делаем для вас какие-то мини-семинары. Вот следующий курс я записываю для вас. Уже причём записала. Там будет новый материал. Такая штукатурка ногтевая. Вот я сейчас курс готовлю для мини-арта. Потом Аня будет курс записывать. Будет открываться раз в две недели. Сейчас уже два курса открыли. В этом месяце тоже будет два курса. Конечно, вот один ноготь неудобно делать. Хорошо делать, когда на двух ногтях, двух рук и по очереди. Там сушат, здесь быстренько лепишь. Там сушат, здесь, конечно, время на подсушку чуть-чуть тратим. Всё, чуть-чуть, девочки, осталось. Это, знаете, как раз Жостовская роспись была. Кто был на Жостовской росписи здесь? Тоже классный был эфир. Где там Изи Степс лежит? Блин, так красиво получилось. Обязательно пересмотрите, кто Жостова ещё не видел. Хотя я считаю, что мы в прямых эфирах на всех наших площадках даем тоже очень много всего ценного. Две секунды, он быстро схватывается. Потом обязательно нужно пластилин просушить две минуты и обезжирить. Хотя, как таково, здесь дисперсии нет. Вот материал, он без дисперсионной плёнки. Но вот, знаете, вы его, когда обезжириваете дополнительно ещё, он становится ещё более матовым. Вот у него другой какой-то такой вот вид появляется у поверхности. Поэтому я обязательно, когда закончила лепить, ещё беру жидкость любую. Прямо, что есть под рукой и обезжириваю дополнительно. Так, и последний лепесточек. Видите, хорошо сюда шармикончик вписался. На заднем плане слайдер. Вот сейчас убрать эти два элемента, этот и этот, вот по-другому будет смотреться. Не так как-то полно. Не будет такой полноты композиции. Ну, кто-то скажет, что не хватает воздуха, не хватает минимализма. Вот, я люблю чуть-чуть перегруженные композиции, действительно. Вот, у меня всегда воздуха по минимуму. Вот, ну, я вот так делаю обычно. У меня, если так взять, по факту мой вкус, у меня так всё. Взять интерьер, который я делаю там для своего дома. Не знаю. Взять, как я одеваюсь, количество бижутерии, сколько я одеваю. Так, смотрите, можно взять листики ещё. Добавить. Парочку. Так, один. И второй. Я на предыдущем варианте там больше добавляла. Чего-то не хочется много. Три штуки добавила. Ну, вот красный соболь, на удивление, вот как я его жамкаю, этот кончик несчастный. Вот служит очень долго. У меня есть кисточка из красного соболя. Вот она до сих пор живая. Я просто ею не работаю, потому что ручка старая. А по факту, вот смотришь на сам кончик, на качество ворсы, блин, ну она вот просто живее всех живых. А там ей уже, наверное, годы четыре. Я поменяла только, чтобы вот, ну, новая ручка была. Старый розовый, он же такой более яркий. Поэтому вот, не знаю, сейчас она есть у нас на сайте в наличии или нет. Так, надеюсь, что есть. Вот я понимаю, что, да, как бы недешево она стоит, но потому что это красный соболь. Сейчас вообще кисти из натурального ворса, они стали намного дороже, чем это было раньше. Это связано с тем, что вы же понимаете, что из кого сделаны кисточки. Вот, ну она действительно просто вечная. Красный соболь – это вечная кисть. Вы ее один раз покупаете, и все, это навечно. Потому что я даже вспомню, вспоминаю бытность, когда мы мастерами работали. Так, я беру твердый пластилин, сейчас серединки сделаем, смотрите. Когда мы мастерами работали, акриловыми, кисти стоили в среднем по 100 долларов. Это от самая дешевая медрога, она шла стоимость от 100 долларов. И ты, если экономер на кисточке, а там же большой соболь шел, там девятка, десятка. Ну, у тебя не получится нормальных ногтей. С лепкой было точно так же. Если ты берешь, экономишь и покупаешь колонок, и лепишь колонком, в принципе, можно. Потому что я помню, я продавала и колонки. Но как только ты берешь в руки соболь красный, ты понимаешь разницу. Что да, можно купить колонок и работать колонок, а можно кайфовать, работая красным соболем. Так, понятно, да, что я сейчас делаю? Серединочки. Видите, с твердым пластилином только так. Вы по-другому не скатаете эти серединки, потому что он прям твердый. Все, четыре серединки наши готовы. Так, и можно теперь их посадить. Сейчас мы кисточкой их чуть-чуть добьем. Понятно, что это могли бы быть стразики, правильно? Это могли бы быть бульоночки. Так, ну, я чуть-чуть прибью, чтобы не торчало. Вот все равно из мягкого пластилина лепка получается более окружевная, более тонкая. Из твердого пластилина плоская лепка такая не получается. Из твердого пластилина, конечно, кайф лепить там всевозможные бутончики, да, там катать, розочки делать. Это да. Из мягкого пластилина вы такие вещи не сделаете. Так, все, просушили две минуты и вы теперь берете и обезжириваете. Берете, обезжириваете. Все. Видите, он становится более матовым таким уже. Можно было еще пообезжиривать. На этом наш мастер-класс подошел к концу. Еще раз напомню, цвета я использовала из коллекции Sensation. Они есть на Any Shop и есть у дистрибьюторов. Пластилин был твердый, мягкий. Но мы сейчас в описании все повесим. Ссылки повесим. Я купила про запас кисти с красным собором. А их правда сейчас многие производители, ну как, не продают их. И мы его видите, вот как... Мне, наверное, раз в два месяца отдел продажи говорит, что Катя, красный собор надо убирать. Он очень дорогой стал. Себестоимость очень большая. Так, напомню, что в прошлый раз у нас с вами был вот такой дизайн, жестовская роспись. Обязательно посмотрите, кто в прошлый раз в пятницу пропустил здесь ВКонтакте этот эфир. Тоже очень классный. Короче, у нас такая, знаете, вторая неделя сложных дизайнов. Жестовская роспись. Акварель у нас была с вами в прошлый раз тоже на той неделе. Кто помнит? Смотрите, сколько красоты у нас с вами было тоже на той неделе. Обязательно отмотайте, посмотрите все эфиры. Всем пока-пока. Почему мало моих эфиров? Ну, как бы два раза в неделю достаточно, девочки. Куда больше. У меня просто был отпуск. Я в конце мая, в начале июня я не работала. Я ездила в Алтай, у меня был ретрит. Вот, а так я всегда ВКонтакте веду два эфира. Я в неделю два эфира в Инстаграм я веду. Четыре эфира. Плюс я веду обязательно эфир в клубе Эмми Арт и в Эмми Про. Поэтому у меня в неделе минимум 6-7 эфиров. Вот, ВКонтакте. Здесь у меня два эфира минимум в неделю. Вот. Иногда вместо меня ведет эфир Юля Донченко. Это если я хочу, чтобы классика была. Потому что в прошлый раз эфир по факту же со мной был. Да, ну, потому что я была моделью. На мне ногти моделировали новые. Так, всем пока-пока. Красота вот это, девочки. Ногти с кошками новыми. Очень классно. Вот это, кстати, в один слой, без подложки. Это один слой, без подложки. Кошки необыкновенные. Прям вот можно сейчас перейти в магазин здесь, в этом аккаунте, и попадете на Эмми Шоп. Все, всем пока. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok